Ознакомимся с кристаллическим строением металлов. Если разорвать металлический стержень, можно увидеть его излом. Что же представляют собой кристаллы и каково их внутреннее строение? Понаблюдаем за кристаллизацией соли. Процесс кристаллизации металла аналогичен процессу кристаллизации соли. В жидком металле частицы находятся в неприжимом движении. При затвердевании они располагаются в определенном порядке. Образуются кристаллические решетки. Представление о решетке дает модель, состоящая из отдельных элементов ячеек. В металлах наиболее часто встречаются кристаллические решетки трех видов. Кубическая, объемно-центрированная. Кубическая, границентрированная. И гексагональная. Структура сплавов гораздо сложнее. При смешивании расплавленные металлы обычно растворяются друг в друге. Образуется однородный жидкий раствор. В твердом состоянии структура сплавов зависит от природы составляющих элементов и характера их взаимодействия. Так, например, в процессе кристаллизации сплава свинца с сурьмой или олова с цинком, частицы каждого металла создают свою кристаллическую решетку. В этом случае образуется механическая смесь металла. С помощью металлографического микроскопа при увеличении в 2000 раз можно рассмотреть структуру сплава. Во многих сплавах в процессе кристаллизации в решетку основного металлорастворителя входят частицы растворенного металла. То есть посторонние атомы замещают отдельные атомы основной решетки. Такие сплавы называются твердыми растворами замещения. Значительно реже посторонние атомы внедряются в пустоты основной решетки. Еще один тип сплава. Химическое соединение. В этом случае образуется новая кристаллическая решетка, отличная от решеток исходных металлов. В структуре сплавов часто встречается одновременно химическое соединение и механическая смесь.